здрасте дорогие дорогая публика вот сегодня тема такая психологию разговор с хедой исаевной бихоева елена борисовна бояршинова вот по психологии разговор про кризис среднего возраста вот говорят что кризис среднего возраста начинается где-то лет в 40 вот он средний возраст честно говоря возможно я не заметил этого и у меня в общем как-то я застрял в таком вот в детстве я действительно вот но пока я не видел себя регулярно в зеркало никогда не гляделся когда я растрепана какая разница не перед перед записью меня придет этот самый оператор плюет вот так пригладит присыпит это самое как ее называть пудрой и все нормально я не видел себя никогда это вот сейчас я стал видеть себя на экране поэтому я так как-то должен знать свое место дед знает а раньше я считал что вот я почти как подросток я хотел чтобы меня старшие люди похвалили вот он взрослый человек ну видному ну большой же дяденька лет тридцать ему ну вот ну чтобы он как-то не хвалил меня что я стараюсь быть как как большой да вот вот сейчас у меня это уже как-то вот портит мне вот эта видеокамера потому что я все время себя вижу я понимаю что раньше это был такой отдельный такие вот эпизоды неприятные когда я приходил в галерею какую-то картинную а там какая-нибудь особо ценная картина была под стеклом а я значит мне что приглядеться зрение меня уже не очень хоть я и молодой но бывает же молодые детском садике ходит в очках это ничего я так наклонялся чтобы так сказать мазок разглядеть лучше и тут я видел стекле свое отражение а я еще когда разглядывал это это вообще жуть ой господи какой я на самом деле монстр но как быстро забывал а сейчас мне забывать не дадут я вот жду может у меня скоро начнется кризис среднего возраста отмена прислушаться у меня явно еще не было я все еще подросток все еще прыгать готов ну правда не 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 позволяет искать жиры но при все равно да мы во первых сегодня говорим очень интересный автор джеймс холлес это ингианский психоаналитик он уже очень не молод живет он в вашингтоне дистрикт колумбия округе колумбия вот и в принципе у него есть книжка которая называется на английском самое главное который он показывает как некую бессмысленность самопомощи даже в некотором роде психологии мы сегодня будем говорить о другой книге насколько я понимаю вот и вообще как бы холлес наверное один из немногих американских авторов который проповедует нам что тебя ждет пару курсов не вера вперед пеленки до гроб или там что там жизнь коротка полнострадание кончается смертью то есть они у вас основная идея что твоя жизнь эта цепь неприятностей и ваш любой выбор он в принципе провален потому что в итоге вас ждет ждет смерть и в принципе за это конечно как пишет the guardian отзывы на его книги на амазоне полны оценками там единичками плохими потому что вы не можете нам дать некий ну как бы некое некое счастье и в принципе надо понимать что это такая ингианская идея что то что звучит как бы в вашей голове это как мы себя понимаем это только часть целого мы должны понять кто мы на самом деле поиск этого бессознательного вот и так далее то есть задача каждого человека это понять что он из себя представляет и по тем понять чего он хочет не сопротивляться этому и идти туда здесь дело-то на самом деле не в счастье потому что счастье отменять на меры жизни это некое того что сделает что сделать себя больше условно говоря да и дальше кстати я почитала достаточно интересное интервью в райте он давал по поводу ковида и по поводу всех этих вот вещей и он говорил о том что у людей вот сейчас есть некая такая идея что вот сейчас мы вернемся в тот 19 век когда было понятно когда было все прекрасно замечательно и дивно и все мы знали как жить и готовы знаете мы тут живем плывем по течению и место своего в мире не знаю вот это такая иллюзия он там так достаточно едко прошелся кратенько по трампу что типа трамп это вы знаете тот человек который такой шоу-бизнеса он очень апеллирует таким низменным чувством вот то что он обращается кто исчезнувшей америки которой уже нет и вот это мы кстати как-то обсуждали в каком-то из наших роликов что на самом деле консерваторы они обращаются уже к некому несуществующему наличие наличествующему вот и в принципе он говорил о том что он цитирует румно о том что ну как бы я не устроил людям а то я просто говорю им правду они думают что это и принципе юнгианской психологии она на самом деле очень злобная она злобная по отношению ко всем 5 ступеней к счастью 10 ступеней успеха и так далее и здесь вот конечно вы можете найти его как раз вот у него говорит там о кризисе среднего возраста который происходит около около 40 да то есть кто я помимо своих ролей дальше бывает это может быть и 50 и 60 может быть это там другой брак и так далее вот но и в принципе казалось бы что иногда человек сталкивается теми проблемами которым оказывается что они не должны были столкнуться вот и в принципе он предлагает встретиться с лицом к лицу и понять то есть вот готов ли я принять то что мир хочет войти через меня вообще юнгианская удивительная эта вся штука она как-то очень близка к неким религиозным практикам ну кстати вот я говорил в одной из передач что сошел с ума в итоге не сошел с ума он там объявил перед священником агюст конд один из основателей позитивизма а вот текст юнг тоже он там себя потом объявлял великим великим религиозным деятелем но вообще вот так сказать мне заинтересовал он вот и хеды савина чтобы вы рассказали нам вообще подробнее про книгу которую мы сегодня обсуждаем во-первых немного опять психологического эксгибиционизма я ощутила на себе что я изменяюсь причем я изменяюсь во всех сферах своей жизни я поняла что ну тот багаж паттернов ролей и чего-то еще который у меня был там до моих условно 30 лет он уже не работает что он приводит к какому-то тупику и душевному опустошению соответственно с таким запросом понять в чем причина в чем причина этой апатии я пошла к психологу к одному ко второму первый сказал что мне нужно антидепрессантики попить вот вторая женщина довольно таки но адекватно прослушала что и пыталась сказать и она сказала что у меня есть некий подавленный гнев я над этим посмеялась ну какой еще гнев я там спокойней стала я перестала кричать я перестала беситься и так далее но в какой-то момент мне приснилось что я вот буквально всю ну вот весь сон от начала и до конца ругаюсь гневлюсь на одного и близкого своего человека после того как я проснулась я поняла что мне стало гораздо легче и ну к этой психологине которая сказала что у меня подавленный гнев я скорее всего приду еще раз и расскажу ей о каких-то других своих там можно я вот такой момент скажу что очень часто в интернете пишут какие-то такие истории что знаете мне приснился сон мне в нем приснилось как там меня выпал зуб и это вот значит говорить о том что наверное у меня там кто-то умрет но вообще с точки зрения как-то попадалось пара блогов психологов о сна вашей сны это не сны про то что типа вот про магию про то что вот сейчас кто-то там умрет предсказания это как раз некие ну проявление вашей психики которые иногда как-то открыто не проявляется да и спасибо лена это действительно есть зубы говорит то есть вот зуб выпал с крови это родной человек умрет если без крови то нет у меня как-то выпал зуб она калстук полиэтиленовым вообще никто никто не умер слава богу сны да это отдельная тема конечно можно долго о них говорить и в принципе психоанализ том числе юнг очень подробно их рассматривают и описывают так вот что касается кризиса среднего возраста действительно холис описывает это состояние как всеобъемлющее то есть каждая сфера деятельности каждая сфера жизни человека затронута и она находится под влиянием вот этого как это ну душевного состояния соответственно в чем выражается вот этот вот переломный момент он выражается в том что человек понимает что он зашел в некий тупик что не действуют те инструменты те методологии которым он руководил которым он управлял свою жизнь до этого он приводит несколько примеров ну как это принято у психологов они очень любят истории из клинической практики из жизни из литературы и так далее так он приводит в пример некую женщину домохозяйку которая жила исключительно достижениями и успехами своего мужа растила детей и полностью ну была поглощена вот этим вот вот этой ролью поддержки своего мужа и в какой-то момент у них случился разлад развод и она оказалась на перепутье она поняла что она ничего из себя не представляет она никогда не заботилась о своей жизни о своей личности она даже не рассматривала возможно себя как некую личность и вот здесь-то и наступает тот переломный момент когда прежняя ее роль прежняя ее проекция которую она унаследовала там от своих родителей из культурного какого-то контекста она эта роль является неликвидной неэффективной и нужно найти некий там третий четвертый путь соответственно в этой ситуации некоторые люди впадают депрессию они ну проявляют налицо все проявления депрессии такие как апатия ангидония человек не может ничего сделать научается быть беспомощным и есть из этого два пути либо он осознает свои состояния осознает что то как он жил раньше это были это было так называемая персона то есть некие социальные роли навязанные извне и нужно осознать что это было навязано извне что это было навязано как родителями как культурой литературы и так далее и найти какой-то свой путь холис описывает это как то есть самость некая такая ну активная так скажем начало личности человека подталкивает эго к индивидуации к тому чтобы найти свой путь найти смысл своей жизни отделиться вот от этой вот проекции от персоны для этого необходимо взаимодействие с тенью то есть когда ты находился кстати психоаналитический термин юнгианского психоанализа соответственно вот это вот персона когда мы ее выстраиваем в соответствии там с общественными нормами мы некие свои внутренние возможно даже креативные начала мы их подавляем и вот это подавление выливается в то что формируется тень те наши качества которые не одобряются обществом которые не вызывают некого ну радости у окружающих особенно у родителей у родных и так далее и мы должны понять что наша жизнь это не инструментом поощрения не инструмент одобрения наших родителей то есть мы должны отделиться от них что значит отделиться от родителей да это может быть так называемое территориальное отделение когда ты там создаешь новую семью отселяешься и так далее но изначально отделение от родителей выражается в отделении от них как это символически что ли то есть ты пишешь новую историю и ты заканчиваешь историю своих родителей заканчиваешь историю вот их вот конфликтов внутренних переживаний в себе и начинаешь идти новой дорогой для того чтобы успешно отделиться от родителей необходимо два условия необходимо чтобы в семье было доверие символ доверие это отец и забота символ заботы это мать если вот эти два условия в семье существуют если есть поддержка со стороны родителей ну и вообще там здорово не пройдет легко но оно не пройдет легко все равно но оно пройдет как нужно то есть действительно произойдет отделение и человек сможет дальше идти по пути вот этой индивидуации ему не нужно будет находить себе партнера в котором он увидит своего родителя и заново про проходить вот этот вот путь созависимости для того что хочу сказать что типа вот люди думают что надо отделиться от родителей которые вот тепло и серии там съехать от родителей зажить своей жизнью понимаете вы уже давно можете быть физически отдалены от родителями или там папа ушел когда вам было там не знаю 10 а с мамой вы разругались 19 уехали в питер и вы больше ее не видели и даже не знаете как она живет но вы с ней постоянно ведете внутренний диалог постоянно у вас вы что-то доказываете ей что она была не права или наоборот что она была права и вы там наркоманка и там и так далее то здесь вот этот вот вопрос не в том что отделиться только вот вы условно говоря наверное там можно жить на одной территории и быть отделенным от родителей то есть какой то ну то есть да у меня своя жизнь у меня своя история привет привет то есть не значит что вы даже сказать все типа папы с мамой я вас знать не знаю а то сейчас нам придут такое в комментариях напишут здесь речь идет именно о неком и психологическом я просто знаю несколько историй где люди не видели своих родителей там уже 10-15 лет они не общаются они взрослые то есть они уже у них у самих своих дети достаточно взрослые и эти люди они до сих пор с мамой ведут вот этот вот бесконечный внутренний диалог не останавливающийся лент и абсолютно права и я бы хотела дополнить лишь тем что этот внутренний диалог он еще проявляется в во внешних отношениях то есть человек постоянно ищет таких же отношений с другими людьми как и со своими ну как со своим неким родителям с которым у них была вот такая вот созависимость в юнгианстве есть такие два понятия это анима и анимус соответственно анима релевантно к мужчинам так как это их феминность их проявление их феминности анимус применительно к женщинам это некое мужское начало агрессии вот это если быть правильным то надо под мужчин проводить курсы как найти свою внутреннюю женщину а женщинам проводить курсы как открыть свою внутреннюю мужчину потому что у нас обычно проводят там как стать женственной как стать мужественной а на самом деле все должно проводиться несколько наоборот с точки зрения юнгианцев да прошу прощения опять перебиваю это действительно так и если не происходит вот этого вот раскрытия феминности в мужчинах и осознание маскулинности в женщинах то люди начинают вести себя неадекватно начинают искать не тех партнеров которые им нужны ну например мужчины там находят более мужчины более зрелого возраста находят себе более молодых партнерш почему они это делают потому что их душа их психея психея находится на таком же уровне развития как и вот эти вот молодые девушки и им с ними легче находить какую-то точку соприкосновения если же у женщины не развита маскулинная какая-то часть она пытается найти себе более зрелого доминантного мужчину и вот таким образом компенсировать некую свою это у евтушенко очень хорошие стихи вот мне запомнились когда мы юны тянет тем кто старше когда стареем тянет тем кто юн и все-таки чтобы понять себя ровеснику ровесницу нам надо мы все сначала дети превосходства относительно опыту чужого а после опыт наш отец невольный неопытности им установленный но вместе две неопытности опыт прекрасный тем что в нем нет превосходства ни над одной душой ни над другой и мне это так впечатлило что блин вот евтушенко казалось бы ну может быть не самый великий русский поэт но это в какое-то его произведение типа что там про голубя в кордове или голуби в сантьяго такая вот кусочек такой очень ну вот довольно глубокий спасибо лен за такое прекрасное стихотворение это очень в тему на самом деле вот и что касается что касается современного западного общества в чем состоит большая проблема в том что у нас ну как у нас ну окей в западном обществе отсутствуют ритуалы инициации то есть если в традиционных обществах каждый ну каждый этап жизни он каким-то образом обоснован с точки зрения мифологии ритуалов и так далее то в западном обществе очевидные вот такие вот ритуалы отсутствуют и человеку очень трудно понять ну что значит быть взрослым как это вообще должно выглядеть как это отмечается как ну то есть трудно найти какой-то ориентир на который можно опираться и таким образом идти по жизни не ну не находясь в какой-то тьме а видя какой-то ориентир какую-то путеводную звезду там ленить соответственно я так понимаю что юнгианство оно и пытается стать вот заменителем вот этих вот мифов историй и холлес соответственно вводит такую вот такой нарратив такой сюжет о том что кризис среднего возраста это некий перевал то есть это ну он очень там красочно расписывает что какие-то пейзажи приводит и так далее я этого не буду сейчас на этом акцентировать свое внимание я говорю что необходим некий образ некий ну некая картинка нужно все равно человеку чтобы как-то определиться в этом в этом состоянии что у нас по содержанию по содержанию что такое жизнь вообще по юнгианству жизнь это ну во первых это детство детство это тот период когда ты должен научиться взаимодействовать с внешним миром и в первую очередь со своими родителями ты должен выстроить нормальные там связи получать доверие со стороны отца и заботу со стороны матери и перейти в некое состояние первой взрослости первая взрослость это проекции наших родителей мы действуем на основе того как как считали нужным ну или как мы думаем что считали нужным вести себя наши родители это то как они нас учили как они ну какие они приводили нам примеры и так далее и на основе вот этих вот по большей части взглядов других людей мы выстраиваем карьеру семейные взаимоотношения там обучение и так далее и до какой-то точки это все работает это приносит нам некие выгоды мы там выстраиваем выстраиваем некую вот эту социальную личность показать что мы как все что мы нормальные что ну не хуже чем у людей и так далее при этом мы испытываем кризисы какие-то несущественные но эти кризисы не являются некими не являются переломными так скажем мы можем из них как-то выйти там с помощью переедания с помощью алкоголя еще каких-то внешних средств и в какой-то момент даже вот эти вот наши внешние костыли они перестают работать именно в эту переломную точку в этот переломный момент наступает вот этот вот перевал в середине пути когда ничто не работает и когда все сферы нашей жизни которых мы худо-бедно там как-то выстраивали взаимоотношения и так далее они просто все разом начинают рушиться непонятно по какой причине ну то есть это нам непонятно а юнгианцам все очевидно что мы должны перейти в состояние некой второй зрелости то есть второго взросления меня радует вот это вот вот этот термин потому что нигде в книге нету термина старение и это очень прикольно потому что после второго взросления идет смерть нету старение именно второе взросление это период когда ты можешь встретиться с тем кто ты есть на самом деле ты можешь оторваться вот от этих вот навязанных извне стереотипов мифов и так далее но это может быть только при там определенных условиях то есть если ты готов встретиться с неудобными некомфортными для тебя вопросами если ты готов хотя бы попытаться найти на них некий свой ответ не тот который там тебе шепчут и подсказывают а именно попытаться взглянуть внутрь себя к своей самости к тому что действительно в тебе истинно и уникально и соответственно именно во вторую блин почему-то я называю зрелость но это взросление во второе взросление ты готовишься вот испытать опыт смерти ты должен понять что ты конечен что нету больше вот этого вот героического которое было в первой взре зрелости первом взрослении когда ты считал что тебе доступны там некие достижения подвиги и так далее ты уже должен понять что вот мои ограничения здесь здесь там у меня такие-то пробелы но я смогу с ними как-то справиться не прибегая вот к этим навязанным геройским картинкам да борис сергеевич вы даже отключили мьют отключил-то я бесшумный режим да ну вот так ну правильно это все я вот и говорю не оставлю не оставлю повторять что меня уже бесполезно воспитывать у меня если ты детей можно они будут улучшаться у меня уже бесполезно я все буду я поддерживаю школы когнитивно-поведенческой терапии можно кого угодно для чего угодно как мака макаренко завещал есть школа которая полагает что китай находится вот здесь но они ошибаются другая школа полагает что он находится вот здесь но они тоже ошибаются это какой-то фильм был ребенок отвечает значит географию американский фильм естественно вот он отвечает географию на уроки на карте показывает целая школа которая считает что китай в африке но они ошибаются очень интересно так что вот и я вот какая там школа ни была китай он находится там где он находится и старики они потихонечку так вот продолжать хедеса у вас это еще впереди тоже никуда не денешься борис сергеевич не хочет худеть поэтому и не хочет вести себя прилично поэтому вот он не хочет выйти из наряду вести себя прилично и учись и на отлично детская песенка да да ну чем у вас и прям это сбили с толку продолжать не мне интересно на ваши разборки на ваши жалкие разборки жалки просто еще ко второй фазе не перешли пока что смерти да нет вот второй фазе понимание своих достоинства недостаток я все еще под в подростковом возрасте как застрял просто проблема в том что ну как говорит холес в состоянии вот этого перелома перевала депрессия неотвратимо и ты должен сам ну как бы попытаться с этим что-то сделать потому что депрессия это некий симптом мы должны лечить корень проблемы то есть искать проблему в себе своих неких взглядах которые перестают работать и в которой ты перестаешь верить но почему-то продолжаешь их придерживаться ты себя насилуешь там свою психику закрываешь глаза на все сигналы которые поступают извне отгораживаешься некими защитами но эти защиты уже начинают действовать против тебя и соответственно ты либо погружаешься в это состояние либо там лечишь симптомы и продолжаешь как-то дальше вести свою деятельность либо третий путь ты переоцениваешь все сферы своей жизни и холес в книге показывает что необходимо сделать там в отношениях с родителями что необходимо сделать в отношениях с партнером что необходимо сделать там в отношениях с детьми потому что зачастую когда наступает вот этот вот перелом ну как бы и отношения они становятся ну возможно даже вот этот перелом он есть следствие того, что родители уже довольно пожилые, что-то нужно делать, там браку уже 10 лет или больше, и там уже тоже какие-то терки, наступает там период подростковости у детей, и там тоже у тебя полный месс, и вот это вот все в совокупности приводит к тому, что у тебя полное состояние депрессии, и, соответственно, чтобы разобраться с этим состоянием, ты должен вернуться опять к этим отношениям и пересмотреть какие-то базовые ценности, базовые вот эти вот принципы, которым ты следовал. Соответственно, если у тебя с родителями выстроены какие-то созависимые отношения, если ты пытаешься им постоянно угождать, они постоянно тебя там гнобят, ты должен переоценить вот это и понять, что, ну, наверное, пора получить, признать в себе некую ценность, некую индивидуацию, что мне не обязательно это выслушивать, я там могу как-то провести границу, провести какие-то свои правила в это. В отношении с партнером я должен понять, что никто не обязан обо мне заботиться, никто не должен свою жизнь посвящать тому, чтобы мне было комфортно. Значит, каждый должен заботиться сам о себе, а вот эта вот семья – это всего лишь некое такое партнерство, когда ты благодаря вот этой вот, благодаря интимности этих взаимоотношений принимаешь этого человека и какую-то там часть своей жизни отдаешь, чтобы было комфортно кому-то другому. Но ты это делаешь там не из каких-то нарциссических, как это, мотивов, а потому что, ну, ты уже понимаешь, что так надо, что это исходит у тебя изнутри. В отношениях с детьми, там, с подростками то же самое. Ты должен понять, что подросток – это другая личность, это нечто, нечто, да, что ты, в чём ты участвовал, но там свои черты характера, свои мотивы, свои какие-то интересы, и ты ни в коем случае не можешь навязывать подростку какой-то стиль поведения, стиль общения и так далее. Ты можешь как-то корректировать, там, создавать определённые условия, среду и так далее. Но ты должен принимать во внимание то, что это отдельный от тебя человек. И таким образом мы приходим к вот этому вот понятию индивидуации. Индивидуация – это не то, что ты закрылся в своём коконе, ни с кем не общаешься, всех отталкиваешь и так далее. Нет, наоборот. Индивидуация – это такой двусторонний процесс, когда с одной стороны ты понимаешь, что ты отдельная личность, но с другой стороны ты обращаешь внимание и на других людей. Ты понимаешь их, ты там приветствуешь какие-то их изменения и так далее. То есть человек, который занят своим развитием, занят некими своими интересами, у которого есть хобби, у которого есть призвание, кто может о себе позаботиться, у него не будет желания быть тоталитарным, навязывать что-то и манипулировать. Он будет обращён, ну, то есть его деятельность будет продуктивная и, ну, она не будет мешать и вредить другим. Но это всё при условии, если ты принимаешь все стороны своей жизни. То есть если ты осознаёшь, что у тебя есть персона, что у тебя есть эго, ну, вот эти вот все юнгянские понятия, вот, и самое главное, осознаёшь, что у тебя есть тень, есть то, что ты подавлял очень долгое время. И вот это вот подавленное, оно обладает энергией, и эта энергия, она прорывается в твоих неврозах, в твоих мигрениях, в бессоннице, в переедании и так далее. И только если ты обратишься в эту энергию, посмотришь, ну, что её драйвит, ты сможешь избавиться от вот этих вот негативных проявлений. Я всё. Мне кажется, это очень хорошая такая история. Вот, никаких простых ответов не будет. Вот, и вот, ну, наверное, вот, наподумать очень хорошо, потому что, потому что это не даёт лёгких ответов, которые приводят, ну, как бы, к лёгким решениям, которые нам, кажется, совершенно... Да, и самое главное, это терапия, 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 идите к психологам, желательно... Я вообще очень, кстати, тут в сети определённых событий, которые мы тут не будем упоминать на канале, ну, в общем, я могу сказать так, что, да, идите к психологу, но 10 раз проверяйте, к кому вы идёте, 200 раз проверяйте, смотрите. Если психолог чем-то вам, вот, ну, что-то вам не зашло, и вы там сказали об этом психологу, об этом психологу лучше сразу говорите, психолог как-то правильно не отреагировал, заканчивайте это общение сразу же, потому что, к сожалению... Ну, вот, у меня есть несколько, так сказать, очень удачных примеров, когда люди проходили терапию, у меня есть несколько знакомых психологов, которые очень качественно, насколько я всё-таки понимаю, проводят свою работу, и они как бы завершают взаимоотношения с, ну, там, с клиентами, да, с пациентами, то есть там вот у них там завершающий сеанс, вот мы того-то достигли, это хорошо, вот, обращайтесь, но вообще вот надо очень... Будьте аккуратны в выборе психолога, ну, просто потому что это иногда бывает... Не все психологи одинаково полезны, я бы так сказала. Ну, кстати, я бы для себя могу сказать так, что я бы, наверное, юнгианский психоанализ для себя бы не выбрал, потому что юнгианский психоанализ для решения каких-то краткосрочных проблем, типа панических атак, он бесконечно долг. Юнгианский психоанализ – это всё-таки если у вас есть время и деньги, что важно, и вы как бы на протяжении многих лет ходите туда и переживаете этот процесс трансформации вместе с вашим аналитиком, это должен быть очень профессиональный человек, вот, я, кстати, надеюсь, к нам придёт, может быть, у нас есть вот наша общая коллега Дарья Якуба, вот помнишь её, если да, она учится сейчас как раз на психолога заканчивает, тут у неё квалификационные, сейчас экзамены проходят настоящего, такого трушного, не какого-нибудь такого, знаете, вот как, типа, курсы, три недели курса, вот, она может нам как-то подробнее, я, насколько понимаю, она в юнгианской какой-то такой, в психоаналитической парадигме работает, не факт, что юнгианской, вот, но, в общем, вот, наверное, как бы, это такая, как там, чёрная пилюля, красная пилюля, там все какие-то пилюли у нас все едят, вот это такая, так сказать, пилюля, вкусная пилюля, ну, которую нам можно всем признать, ну, вот так, наверное, вот, у нас сегодня как-то так всё очень тезисно, коротко, кстати, я на всякий случай напоминаю, как его правильно зовут, Джеймс, Холлес, да, Джеймс Холлес, не путайте, пожалуйста, его с Рэйчел Холлес, Рэйчел Холлес, это такая очень, из-за как раз женщины, типа, там, за пять шагов сделайте там то-то и то-то, то-то и то-то, вот, нет, вот это не надо, как бы, её читать, рэйчел, значит, Рахиль, по-нашему, да? Нет, она Рэйчел, она дочь какого-то там бывшего проповедника американского, и она там очень богатая женщина, которые вот как раз такие, как Тони Робинсон, а вот это всё-таки, а это Джеймс Холлес, у него, кстати, достаточно есть много книг, обретение смысла второго по имени жизни, почему хорошие люди совершают плохие поступки, понимание тёмных сторон нашей души, не путайте с эффектом Люцифера, почему хорошие люди совершают плохие поступки, душевные омоты, перевалы в середине пути, призраки вокруг нас в поисках избавления, в общем, у него очень много книг, на русский даже переведено, грёзы АБДМи в поисках доброго волшебника, вот, они продаются, я думаю, что их можно скачать, ну, можно их почитать, если вы, как бы, знакомы с некими, наверное, юнгианскими, ну, элементами, юнгианскими парадигмами, вот, вот такая вот история. Да, так и у кризиса среднего возраста, это всё-таки кризис, из него надо как-то пытаться выйти или нет? Ну, если вы не выйдете, то, как бы, вы не разовьётесь до конца, но вот из серии, когда вот бабочка превращается к усе. Я понял, а в чём он кризис заключается в среднем возрасте? Плохо живётся? Когда старый механизм не работает уже старый механизм. Что, 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 что? Когда старые паттерны поведения не приносят того результата, который раньше приносили. Ну, я как-то вовне результатов особо уже больше не ищу. Даже не надеется, что ему жертву сейчас пришлёт. Да, всё, надеюсь, что... Китти на форму, Китти, они опять что-то с Барсиком болеют. Барсик похудел, хотя много кушает. Китти вот кусает меня за палец. Барсик, наверное, рак, наверное, да? Да, вот Китти кусает меня за палец, вот, и наглеет, обдирает у меня шторы. Ну, ты что мне... Ну, ладно, спасибо большое, Хеда Исаевна. Спасибо, Елена Борисовна. Спасибо, Елена Борисовна. Борис Сергеевич, а почему вы перестали писать беседу с философом Бихоевой? А как надо писать с философом всё-таки, да? Нет, вы как больше как психолог, вы больше как психолог вроде как. Будем писать с философом. Пишите философ Хеда Исаевна Бихоева. Пишите с философом Бихоевой. Мы всё-таки философом, мы не... Я-то не настаиваю, что я философ, просто, ну, было приятно, такой комплимент, типа. Всё, вопрос, поставим комплимент. Не проблема. Вот, ну, уважаемая публика, помогите Борису Сергеевичу, ваши не всегда. Да, на прожитьё. Вот, если вдруг хотите к нему ученики напроситься, то, может быть, вам приходите в ученики, может, он вас чему-то за деньги научит, вы обращаетесь. А за деньги-то я многому могу научить, да. А за большие деньги? Совсем могу такому научить. Да, это можно будет, да. Ну, ладно, всего доброго тогда, дорогая публика. Реквизиты внизу под видео, не забывайте. Ну, пока. Реквизиты. 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 Реквизиты.